Всем привет! В данном видео я покажу, как провести диагностику газораспределительного механизма при помощи датчика давления PS16. Покажу, как подключить датчик к двигателю, как настроить мотор-тестер MT-PRO и как правильно выполнить запись сигнала для дальнейшего корректного анализа. Покажу это на примере автомобиля Seat Ibiza с двигателем CGGB. Для этого мне понадобится датчик давления PS16, кабель подключения, который идет в комплекте с датчиком, удлинитель для установки датчика в глубокие свечные колодцы, датчик синхронизации LX1 и провод для подключения свечи в качестве разрядника, а также мотор-тестер MT-PRO 4. Под видео вы найдете ссылки на подробное описание используемых в данном тесте датчиков. Датчик давления необходимо установить в свечное отверстие диагностируемого цилиндра. В моем случае это будет первый цилиндр. Поэтому необходимо снять защитную крышку катушек зажигания, демонтировать катушку, а затем и свечу зажигания. Открываю защелку, чтобы освободить проводку. И аккуратно извлекаю катушку зажигания из свечного колодца. Теперь при помощи свечного ключа я выкручиваю и аккуратно извлекаю свечу. Нужно быть осторожным, чтобы ее не уронить, иначе можно повредить керамический изолятор, либо погнуть боковой электрод, что также нарушит работу свечи. Следующий этап является обязательным. Необходимо нагрузить катушку зажигания разрядником. Можно использовать специализированные разрядники, а можно просто подключить назад свечу. Я воспользуюсь простейшим методом и подключу родную свечу. Отрезком провода с двумя крокодилами я соединяю боковой электрод свечи с массой двигателя. Еще раз повторю, что делать это нужно обязательно. В противном случае это приведет к чрезмерному увеличению вторичного напряжения, и как результат может произойти внутренний пробой изоляции и выход из строя катушки. Теперь устанавливаем сам датчик давления. Так как свечной колодец достаточно глубокий, устанавливать датчик необходимо через специальный удлинитель. В комплекте их поставляется два штуки. Это позволяет добиться оптимального удлинения. Для расчета необходимой длины я прикладываю датчик к катушке зажигания и подбираю нужный удлинитель. Накручиваю его на датчик усилием от руки. Этого будет достаточно, так как в датчике и удлинителях используются резиновые уплотнения. Теперь аккуратно устанавливаю всю эту сборку в свечной колодец и закручиваю. Если руками это выполнить сложно, используйте шестигранную головку на 19 мм. Стоит учитывать, что удлинители вносят определенную погрешность в показания датчика. Чем длиннее удлинитель, тем больше будет искажение формы сигнала. Особенно это влияет на алгоритм расчета степени сжатия и степени утечек цилиндра. Поэтому всегда старайтесь установить датчик напрямую. И если это невозможно, то только тогда используйте переходники или удлинители. Теперь датчик выступает над уровнем головки ровно настолько, чтобы можно было удобно подключить разъем сигнального кабеля. Теперь несколько слов об отключении форсунок. Данный датчик без последствий переносит контакт с топливом и маслом. Поэтому впрыск топлива в диагностируемый цилиндр никак не повлияет на работоспособность датчика. А при отключении форсунок необходимо будет подключать вместо нее нагрузочный резистор, чтобы не выскочила ошибка обрыва цепи форсунка. Поэтому я выбираю наименее затратный метод и оставляю форсунки в покое. Для проведения некоторых тестов и расчета угла опережения зажигания необходим сигнал синхронизации. Для его получения достаточно просто закрепить датчик LX1 на катушке первого цилиндра. Для этого отрезаю небольшой квадратик двустороннего скотча. Наклеиваю на торец катушки, снимаю защитную пленку и приклеиваю датчик. Еще раз крупным планом покажу подключение датчиков к двигателю. И перехожу к подключению датчиков к мотор-тестеру. Чтобы не запутаться что куда подключить, я рекомендую это выполнять в следующей последовательности. В программном обеспечении МТ-Про нажимаем в уголок кнопки рабочее окружение. Выбираем пункт выпадающего меню линейка, датчик давления P162. После выбора этого пункта осциллограф автоматически настраивается на запись сигнала датчика давления. Включенными каналами программа подсказывает, каким каналом подключать датчики. А также делает необходимую преднастройку входного диапазона. Внимание! Для датчика последней модификации, который продается с июля 2018 года, нужно выбирать настройку датчик давления PS16. Эту настройку можно найти по ссылке под видео в подробном описании датчика. По желанию назначение каналов можно изменить, но необходимости такой нет, поэтому слушаемся рекомендации и соответствующим образом подключаем датчик. Разъем датчика давления к пятому каналу осциллографа, а датчика синхронизации к девятому каналу. Для работы датчику давления необходим источник напряжения. Для его питания можно использовать как внешний источник напряжением от 11 до 25 вольт, так и аккумуляторную батарею диагностируемого автомобиля. Черный крокодил подключаем к минусовой клемме, а красный к плюсовой. Как обычно, напоминаю про технику безопасности, поэтому перед запуском двигателя проверьте, что кабеля датчиков и другого диагностического оборудования находятся на безопасном расстоянии от движущихся деталей. В данном случае опасность также представляет еще и катушка со свечой зажигания. Во время работы двигателя с отключенным цилиндром двигатель будет сильно трясти, поэтому катушку зажигания нужно надежно зафиксировать, чтобы она не упала. Кроме того, на свече будет происходить разряд высокого напряжения. Проверьте, что поблизости нет легковоспламеняемых жидкостей, таких как бензин, масло, различные очистители или растворители. Будьте осторожны, чтобы не получить удар током и не повредить высоким напряжением оборудование автомобиля. И еще перед запуском убедитесь, что коробка переключения передач находится в нейтральном положении. После всех проверок запускаем двигатель, а затем и запись сигнала. Я выполняю это именно в такой последовательности, чтобы алгоритм поиска сигнала синхронизации смог настроиться автоматически. После стабилизации оборотов можно выполнять следующие условия теста. Сначала плавно поднять обороты до 3000, а потом резко. После выполнения этих условий двигатель можно глушить и останавливать запись. Обязательно сохраняем сигнал, чтобы случайно не перезаписать его новым. Теперь покажу несколько инструментов программного обеспечения МТПРО, которые позволяют автоматически анализировать сигнал датчика давления и отображать полезную информацию. В данной вкладке выбираем соответствующий порядок работы цилиндров. В выпадающем списке находим используемый удлинитель и прописываем объем тестируемого двигателя. Проверяем соответствие выбранных каналов и нажимаем кнопку «Анализ». После чего в окне снизу отобразится краткое резюме по данному двигателю. Фаза работы газораспределительного механизма, потери давления в цилиндре и вычисленная степень сжатия. В дополнительных вкладках можно найти более подробную информацию о фазах газораспределения в виде графиков, включая тест фазовращателей, тест на забитость катализатора и график изменения угла опережения зажигания в зависимости от нагрузки на двигатель. Также стоит обратить внимание на еще один полезный инструмент – это линейка. Для ее настройки необходимо выбрать участок сигнала со стабильным холостым ходом, включить ее отображение, кликнуть по ней правой кнопкой, выбрать пункты автоподстройка линейки, датчик давления и выбрать необходимый канал. После настройки линейки отобразится множество контрольных точек, о назначении которых можно узнать, перейдя по ссылке под видео. Запись сигнала давления также можно проводить и на стартерной прокрутке. В качестве примера я сначала покажу осциллограмму с этого двигателя, поясню, чем она может быть полезна, а затем покажу необходимую последовательность действий, чтобы ее получить. Эта осциллограмма будет информативна, если двигатель не запускается, и нужно проверить правильность установки газораспределительного механизма, проверить угол опережения зажигания или измерить компрессию. При записи данного сигнала начало стартерной прокрутки выполнялось при закрытой дроссельной заслонке, поэтому после нескольких оборотов коленвала во впускном коллекторе образовалось разрежение и появился характерный участок, по которому можно оценить работу газораспределительного механизма, как и на записи холостого хода. Но стоит учитывать, что при стартерной прокрутке двигатель вращается неравномерно, поэтому точно измерить положение контрольных точек при помощи линейки не удастся. Вторая часть сигнала записана при полностью нажатой педали акселератора. При этом происходит максимальное наполнение цилиндра, следовательно и давление верхней мертвой точки достигает максимального, что и соответствует компрессии. А также можно проверить угол опережения зажигания и удостовериться, что искорообразование происходит в нужный момент. Переходим к выполнению самого теста. Необходимым условием проведения теста являются исправный и полностью заряженный аккумулятор, а также исправный стартер. Чтобы выполнить этот тест, я должен принудительно заблокировать двигатель от запуска. Как правило, это делается одним из четырех способов. Отключением системы зажигания, отключением датчика положения коленчатого вала, отключением форсунок, либо отключением топливного насоса. Недостатком первых двух способов является отсутствие искорообразования и невозможность синхронизации. Для измерения компрессии этого вполне достаточно, но если требуется проверка угла опережения зажигания, синхронизация необходима. Поэтому я отключу форсунки, так как это наименее трудозатратный метод в данном случае. Я не стал подробно снимать процесс от соединения разъемов, просто покажу, что все четыре форсунки отключены. Можно переходить к записи сигнала, но сначала в настройках осциллографа я отключаю автоматическую настройку синхронизации. Необходимости в ней уже нет, так как она была выполнена в предыдущем тесте. Теперь запускаю записи, прокручиваю двигатель стартером. Несколько секунд с закрытым бросилем и еще несколько с зажатой педалью акселератора. Останавливаем запись. Сохраняем сигнал и можно приступать к его анализу. После проведения теста необходимо вернуть все подключения в исходное состояние, отключить датчик синхронизации, удалить остатки скотча с катушки, отключить кабель датчика давления, демонтировать датчик, демонтировать удлинитель. Для этого придется воспользоваться тем же свечным ключом на 16 мм. Устанавливаю на место свечу зажигания. и катушку зажигания. Возвращаю все крышки и защелки в исходное состояние. Спасибо за внимание и удачи в диагностике!